Миллиарды вложений, требующие постоянного контроля и проверок. На заседании в областном Акимате глава региона напомнил о необходимости постоянного мониторинга состояния автодорог региона. Делать это должны в специальной лаборатории, а также депутаты и общественность, чтобы ни один недобросовестный подрядчик не ушел от ответственности. Кумар Аксакалов также отметил, что о ней не должны забывать работники сельского хозяйства, которые бездумно поджигают старую траву на полях. Все подробности далее. В этом году на автомобильной дороге области запланированы средства в сумме 39 миллиардов тенге. Планируется отремонтировать различными ремонтами более 770 километров автодорог. В том числе ремонт автодорог областного значения 281 километр на сумму 12,3 миллиарда тенге. Ремонт автодорог районного значения 394 километра на сумму 6,1 миллиарда тенге. И ремонт улиц с населенных пунктов по дорожной карте занятости на сумму 5,6 миллиардов тенге. 85,5 миллиардов тенге. Примерно столько средств больше, чем за 10 лет вложили в дороги североказахстанской области. Сумма приличная, казалось бы, нареканий к качеству покрытия, по которому каждый день ездят тысячи единиц самого разного автотранспорта, со стороны североказахстанцев должно становиться меньше. Но на деле это не так. Все же еще есть недобросовестные подрядчики, которые отвечать по букве закона и исправить дорогие ошибки не спешат. В 2019 году управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог было инценировано 10 исковых заявлений судебной органой о признании недобросовестными пассажирами работ. Из них отказано 7 исковых заявлений и по трем исковым заявлениям удовлетворены. Только совместный контроль поможет решить проблему плохого качества дорожного покрытия, плавно перетекающие с года в год вместе с дорогами, которые не отслужив положенный срок, рассыпаются. В этом вопросе проверок точно много не бывает. Давать сигналы должны общественность депутаты и сотрудники специализированной лаборатории. Для ее работы в 2020 предусмотрели порядка 60 миллионов тенге. Вложения относительно прошлого года выросли больше, чем в два раза. Пример дороги к поселку Заградовка, когда и население периодически смотрело, какой там щебень, какая там толщина этого асфальта и так далее, и так далее. Вот так должно быть. Когда пресса писала, лаборатории должны максимально выезжать по всем проектам по несколько раз. По несколько раз. Поэтому, если вот этого финансирования недостаточно, давайте мы предусмотрим. Потому что качество – это во главу угла. Во главу угла должно быть. В 2020 улучшение ощутят люди, не видевшие ремонта дорог десятилетиями, отметил Кумар Аксакалов. Направления республиканского значения тоже должны становиться лучше и комфортнее. Такие автомагистрали вложат больше 12 миллиардов тенге. А вот кто точно не спешит вкладываться, так это предприниматели региона, отвечающие за придорожный сервис. Его отсутствие выносится на повестку заседаний не раз. К этому вопросу пришлось вернуться снова, так как замечаний к придорожным участкам возле пропускных пунктов Карагога и Жаножол меньше не стало. Директор филиала Аказавтожол разводит руками. Говорит, что это не его поле ответственности, о районах Акимов. Те, как выяснил глава региона, даже через суд не могут добиться порядка. А может быть просто не хотят? Нет желания этим заниматься. Либо у ваших подчиненных в районах какая-то связь между ними. Кто, значит, в свое время пораздавал эти все земли? Предприниматели. Акимат района. Так? Кто позволил сегодня, значит, там строить вот эти несоответствующие помещения? Акимат района. Кто сегодня, значит, там позволяет вот эту вот антисанитарию разводить? Опять-таки, есть там санитарная служба у каждого района. Есть участковые инспекторы полиции, которые должны недельно и ношно смотреть за всем этим порядком. То есть все вопросы связаны и уходят на уровень компетенции районного звена. Вторым вопросом на повестке заседания стала подготовка к противопожарному периоду. В него вместе с теплой погодой мы вошли очень стремительно. Статистика возгорания растет не по дням, а по часам, отметил начальник профильного ведомства. С начала апреля число выездов пожарных выросло в 5-6 раз. Если локализовать возгорание в жилом городском массиве можно относительно быстро, то когда речь идет о полях, лесах и соседних к ним селениях, действовать оперативно и эффективно становится в несколько раз труднее. Осложняют работу спасателей постоянные ветра. Из-за них огненная стихия становится неконтролируемой. Как и безответственность работников сельского хозяйства, некоторые из них каждый год жгут траву на полях. Думая, что делают лучше. А зря. Сжигание стерни надо запретить категорически. Этого не должно быть. Сжигают стерню самые безответственные, ничего не понимающие люди в сельском хозяйстве. Поскольку сжигая, мы сжигаем все на земле, там на глубине 5-7 сантиметров. Все микроорганизмы умирают, жизнь умирает. Это должно быть преступлением по отношению к земле, если сжигается. Но хотите привлекать к ответственности по всей строгости закона, должны таких сельхозников поджигатели. На вопрос всех ли из них наказали в 2019-м, внятного ответа руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбутысманов дать не смог. В разрезе каждого района надо было вам побеспокоиться. А вдруг за прошлый год в каком-то районе обнаружено большое количество возгораний, ни одного случая не доказано. Никто не наказан. Вот это должно было бы сразу вас, как у руководителя управления, беспокоить и провести соответствующую работу по предупреждению. Насколько сегодня там люди, которые этим занимаются, они компетентны. Каждый случай не должен проходить просто так.